5 миллиардов рублей из бюджета выделят на поддержку пожилых жителей края. Депутаты ЗАГС Собрания подготовили два законопроекта, которые позволят сохранить региональные льготы. Это решение связано с пенсионной реформой. Напомню, Госдума в июле приняла в первом чтении закон об увеличении пенсионного возраста мужчинам на 5 лет, женщинам на 8. В августе президент предложил сохранить все ранее действовавшие федеральные и региональные льготы. Таким образом, мужчины, достигшие 60, а женщины 55 лет, будут иметь право на соцподдержку для пенсионеров. Хотя, по факту, таковыми еще не будут. Речь идет о субсидиях на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсации стоимости проезда, ежемесячных денежных выплатах, лекарствах со скидкой, льготном транспортном налоге и прочем. В крае ежегодно за мерами социальной поддержки обращается свыше 36 тысяч человек. Это вот большая такая категория людей. И, естественно, если бы мы сохранили, как там в законе у нас говорилось, по достижению пенсионного возраста, то эти 36 тысяч человек, по сути дела, оказались без мер социальной поддержки. Сейчас поправки обсуждает Комитет по охране здоровья и соцполитики. Краевой парламент рассмотрит законопроекты на ближайшем заседании сессии. Продолжение следует... Продолжение следует...